Офис в доме 10 на улице Ермака открыли год назад. За это время здесь приняли почти 40 тысяч клиентов. Работает служба по принципу единого окна. После получения талона вас заносят в электронную очередь. Можно присесть. В регулярно проводимые здесь дни клиента директор Ивановского филиала Александр Иванов встречает посетителей лично с подарками. Мы всегда рады вас видеть в наших офисах. И на любой вопрос, который у вас есть, мы готовы ответить. Это вам от нас очень большое. Вот езжу в Срафаковское и очень удобно. Андрею Архипову сегодня повезло больше остальных. Он стал 50-м посетителем и ему вручили памятный подарок. Встречили очень неожиданно, приятно. Такого давно не было у меня подарка. Так что я очень доволен, очень рад. В этом офисе мне нравится, хоть я и живу в Беленицах, но езжу сюда каждый месяц. Здесь очень культурно обслуживаю, быстро и удобно. Всего «Энергосбыт Плюс» обслуживает в области 320 тысяч потребителей. Ежедневно они обращаются в компанию. А в день клиента в офисе на улице Ермака их ждет еще больше консультантов, а также руководители профильных подразделений, готовые оперативно ответить на вопросы по энергоуслугам. Сегодня день клиента. И учитывая тот факт, что мы чуть больше года назад открыли этот комфортабельный офис здесь, на улице Ермака, мне лично приятно всем клиентам, которые к нам сюда приходят, вручить небольшие подарки и презенты. И всегда мы рады их видеть в наших комфортабельных офисах. Между тем, чтобы заплатить за электроэнергию или отопление, приходить в офисы или кассы коммунальных платежей не обязательно. Более 63 тысяч клиентов получают квитанции онлайн. Оплатить их также можно, не выходя из дома. Электронная квитанция имеет абсолютно идентичный вид, как и бумажная квитанция. И, в общем-то, она максимально оперативно поступает к клиенту, это раз. И второй, безусловно, экономит его время. Кроме этого, подписка на электронный счет каждого из нас и каждого нашего клиента – это вклад в экологию, в сохранение лесов нашей планеты. В планах компании увеличить число клиентов, пользующихся дистанционными сервисами. Для этого проводится акция «Офис в кармане». 20 победителей первого этапа уже получили электронные книги. А в августе-сентябре те, кто оплачивает квитанции онлайн и выбирает цифровые счета вместо бумажных, смогут претендовать на смартфоны. Счастливчиков до 15 октября выберет генератор случайных чисел.